А вот и утро. Заночевать в этой крепости было крайне хорошей идеей. Хоть и утро ещё раннее, но солнце хорошо греет лицо. А лёгкий ветерок продержает до костей. Интересно, что ещё в этой крепости случилось, кроме того у дракона? Резни братьев бури, имперцев. Все дома почти сожжены полностью. А от людей остались лишь обгоревшие тела. Если это сделал дракон, то его сила воистину поражает. Золотишко. Это явно плаха. Я думаю, стоит покинуть это злачное место. Пускай упокоятся погибшие тут души. Мне пора возвращаться. У меня ещё полно дел. Нужно вернуть лукану коготь. Я ведь обещал. Да и потом. Чертовы драконы. Неужели пришёл конец этому миру? Не хотелось бы. Ох, не хотелось бы. Мне ещё есть ради чего пожить. И этому миру есть ради чего существовать. Я ещё не выпил столько Эля, как хотел. Не перепробовал столько баб, сколько хотел. Не убил столько навязчивых засранцев, сколько должен был. Нет, в ней есть ради чего жить. Это однозначно. Вот, чёрт. Опять маги. Хуже. Вы талмарцы. Тебя это не касается. Эй, спасай. Не стоило с тобой ходить. Почему нет? На кого вы напали, ублюдки? Вы перебили солдатов братья Бури? Что? Да что ж с этим миром не так? Простите, парни, но вам это больше не нужно. Лёгкая кираса. Эльфийская броня. Очень лёгкая и дорогая. Молит Талоса. Братья Бури, сторонники старой религии. Я слышал об этом. Ну и меч, наверное, твой заберу. Он ведь тебе всё равно уже не нужен. Ни дня без пролитой корови. Не то, чтобы мне это не нравилось. А что, если эти времена пройдут? Что, если мне захочется спокойной жизни? О, нет. Я буду драться до последнего дыхания. На последней капле крови умру в бою. Такова судьба истинного орка. Ростепеница. Что за мысли лезут мне сегодня? В голову. Аж диву даюсь. А вот и Ривервуд. Лукан. Я тоже видел дракона, бабуля. Я тоже видел его. Скорее всего, этому миру придёт конец. Если я его не восстановлю, конечно. Да. Нет. Я не забуду тебя. Твоя помощь мне и моей сестре неоценима. Спасибо. Погляди. Я тут Кошу... Нашёл. Денюшек-то у тебя хватит? Ну, торгуюсь я пока что припоршиво. Секира. Пожилую продам свой обычный. Возьму этот сочарованный. Имперская броня, капюшон, клёпанки. Нет, это я оставлю. Деньги закончились. О, незадача. Может, возьмёшь у меня каких-то ингредиентов. И мне всё равно не нужны. Приятное было иметь с тобой дело. Кто-то потернулся на своё законное место, много для нас значит. Благодарю тебя. Мы с тобой здесь единственны. Хорошо. Куда бы мне направиться дальше? Я чё, что-то провтыкал, что ли? О! Ну, вы бы ещё куда её заныкали? Дневник Искателя Приключений. Прочесть дневник. Искры. Я так понял, это всё. Исследовать указанную в дневнике пещеру или оповестить жителей Хелгена. Ну, давайте исследуем пещеру, почему бы и нет. Жаль, что там не было никакого текста, но да ладно. Большая недоработка, в принципе. Это мы переживём. Что же этот Искатель Приключений? Думал-то себе, переходя границу. Да ещё и там, где идёт гражданская война. Дурак. Ой, дурак. Как можно было быть таким слабоумным? Отчаянные действия. Явно не признак большого ума. Или хорошего положения. У этого Искателя Приключений явно всё было очень плохо, раз он осмелился на такой глупый шаг. Хадвар? А ты кто? Ралов. Брат Бури, имперец. Имперцы, насколько я знаю, не очень хорошо жалуют орков. Но должен быть... Объяснись! Что тут происходит? Тебе нужно предупредить... Ривервуд, хватит околачиваться немедленно в путь. Что? Нет. Ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь. Ох, Обливиан с ним, ты здесь, и мне нужна помощь. Мне нужна лечебная зелья, иначе я умру. Как только я встану на ноги, мы сможем пойти вместе и предупредить их. Если только один дракон что-то там не успел прочитать. Ладно, пусть там... Да, зелье у меня с собой, на. О, держи как раз. Вот я... Нашел его. Мне показалось, или... Неважно. Куда делся второй? Что за... Я в курсе. Там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удача тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Ну, прощай. Ну, вроде он совсем улетел. Ну, наверное... Я и без тебя доберусь. Я бывал уже и в Ривервуде. И у Вайтрана. И в Салетют приветствовал меня своим гостеприимством. Правда, стражники там отвратительные уроды. Ну да ладно. Волк. Шавки ничтожные. Не смейте стоять у меня на пути. Вы местный кузнец? Если тебе нужно что-то простое и надежное... Хадвар сказал, ты мне поможешь. Хадвар? Откуда ты его знаешь? Из какой еще тюрьмы? Он мой друг. Он обещал, что мне поможешь. Друзьям Хадвара я с радостью помогу. Но расскажи все-таки, как вы с ним познакомились. Дракон напал на Хелген и разрушил его. Мы с Хадваром вместе бежали оттуда. Что? Дракон? Хелгене? Именно. Теперь понятно, что я видел. Он летел над долиной с юга. Я надеялся, что меня глаза подвели. Это был дракон. Хадвар подтвердит. Дракон. Тут, в Скайриме. Куда катится мир? Сперва война. Теперь драконы. Беда никогда не приходит одна. Надо сообщить Ярлу, что в округе появился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу Вайтрана, чтобы он прислал солдат. Хорошо. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Припасы, может быть? Ярлу говорил, рад буду помочь, чем только смогу. Бери все, что нужно. В пределах разума. Маленькая кожаная палатка и спальник. У меня есть большая палатка. Морковка. Отмычка. Наверное, плащ с собой возьму. Хоть зелье отбил. На твоем родственнике. Потраченное. Я уже говорил, рад буду помочь. Ммм, клинки, шлемы. Практически все необходимое. Ну, может, хоть ты со мной поторгуешь. Хорошая ведь броня. Эльфийская. Эти вообще ничего не стоит. Их можно расстреливать напропалу. Спасибо тебе, кузнец. Мой путь лежит обратно в Вайдрен. Добраться бы туда еще засветло. Тут не так далеко, но все же... Чем разжаревший Ярл Поможет С драконом Выделит людей Или может Позовет императора С его армией Хотя тут и так идет война Тут и имперцы, и братья Бури Нужде в войске нету Но как они смогут победить Легендарную тварь А вот и драконий предел Беднеется на горизонте Великан? Неплохой Шанс для того, чтобы сразиться Однажды я уже встречал Великана Только тогда мне не дали с ним сразиться Ну же, зелье! И одно бы какое-то маленькое Но нет Нет, у меня больше зельев Ох Твою мать Поломался Не, ну я тебя забью, тварь Я тебя таки забью, мразота Твою мать Продолжение следует... Продолжение следует... Я потратил на тебя много зелий... Ну да ладно... Я победил великана... Собственными руками... Дрожь растекается по рукам и ногам... Такое чувство, что я могу бежать вечно... Гроза... Это плохо... Я сейчас весь промокну... У меня был где-то плащ... Немножко полегче... Вот дождь-то ударил... Нешуточный... Надеюсь, в городе есть где укрыться... Такому, как я... Надеюсь, сюда не дошли... Вести обо мне и по моей банде... Надеюсь, меня никто не узнает... Стой! Из-за драконов город закрыт... Проход только по официальной надобности... Отойди в сторону... Чего? Думаешь, ты справишься со всей стражей Вайтрана? Не открою... Ладно... Важное дело... Но смотри у меня... Да а ты думаешь, я не справлюсь со всей стражей Вайтрана? Пошел в жопу... Страшники везде одинаковые... Вы еще обо мне услышите... Вы будете дрожать... Как суки... На морозе... Только лишь услышав мое имя... Вас будет охватывать паника... Когда вы будете стоять рядом со мной... Мне определенно нужно выпить... Но нам необходимо больше мечей имперских солдат... Хочешь поговорить со старой Вайтрана? Не хочу... Хочу Эля... И теплую кровать... Добро пожаловать... Дай мне знать, если тебе что-нибудь нужно... Где там у меня была чистая кружка? Да... Да... Если даже ради меня... Вы достаете чистую кружку... Это достойно... Мне еще на самом деле есть что продать... Если хочешь подработать... Питье для жаждущих... Пища для голодных... Купи у меня что-то... Возьми хоть соль... Я знаю... Эль я свой попью... Возьми помидоры... Они уже портятся начинают... Морковь тоже... Лосось не отдам... Возьми пару яблок... И картофель... Хотя нет... Картофель оставлю... Может быть разведу костер... Пожарю... Если что еще нужно... Обращайся... Если ищешь себе даму... Ищи в другом месте... Конечно... Чем могу служить? Черновересковый мед... На днях тебе нужно будет закупить еще... Век произвола... Слышал красивая песня... Только настоящие имперцы просят эту песню... Ты че охренел Бард? Я вообще-то Бард... Конечно, чем могу служить... Только настоящие имперцы... Так пой... Я пока не заработал себе... За юность мы пьем... Прошлых дня наших почет... Скоро век произвол... волоса всем истечет защищать край родной будет мы день за днем ну-ка 70 в городе ленивый и бестолковый самое время чтобы не лишь так будет у нас бир горой искали имские дети битвы нам словно пать нас амгард ждет светлый год и нам жизнь отдать по-разному хочешь есть пить и то и другое мне нечего тебе продать или купить так чё ты мне это рассказываешь ты послев хозяйка хозяйка комнату она твоя на день я покажу тебе твою комнату вы а вы похоже мечница госпожа тебе конец через шесть секунд похоже ты здорово обижена тебе соратники что ли напели они мне заявили слишком неуправляемые сборище слабых трусов согласен почему они тебя не приняли это не моя вина я им говорила что это случайность они хотели меня проверить и бросили против парня у которого еще и усы-то толком не росли а не думали наверное что женщина с ним ничего сделать не сможет я не хотела его убивать просто потеряла контакт понятно думаешь сможешь побить меня орка я любого в городе могу побить голыми руками голыми руками ставлю 100 золотых что ты будешь стоять на коленях и схаркивать свои последние зубы только кулаки не оружие не магии не соплей вау сопли оружия ну давай девчонка вау сопли оружие посмотрим чего ты скажешь давай давай попробуй выстоять против орка левый левый правый вот это я понимаю удар давай мои деньги а ты не врешь лучшая драка за много лет держи если тебе понадобится спутница с добрым клинком в руках только скажи не откажусь поглядеть как ты справишься с парой троллей да ты мне пригодишься ты умеешь добиваться своего мне тогда не будем терять времени пойдем хотя нет сначала я все таки выспался ой упал без ног а тебе что-то нужно а ты кто все еще темно все еще значит бороться и страдать ничего а как же мой сын а как же вот эти монеты он что совсем нищий ищут а и нет кузнеца лучше моего ерунда и это не просвоит восторг вот и погиб пойдем отсюда ва неохота мокнуть под дождем за этих идиотов по моему дело как раз чего ты хочешь нужна помощь не знаю зачем я это говорю но если ты найдешь его я буду тебе благодарен хорошо я помогу тебе перед этим воздам молитву Талосу нужно что-то драконий предел в детстве у меня была книга в которой описывался Вайтран славный город а в том городе стоит на высоком холме огромный замок где когда-то держали дракона нуминекс звали того дракона а теперь главный зал украшен его черепом черт к оружию что за бесцеремонность ярл балгрупп не принимает посетителей мне плевать я тут по делу ну тогда понятно почему стража тебя пропустила идем ярл хочет лично поговорить с тобой вот так бы и сразу эти вампиры стали настоящее нападение на Хелгер да там действительно был дракон именно имперцы как раз собирались казнить ульфрика когда напал дракон но мне это неизвестно Хелген уничтожен дракон сжег его дотла а потом полетел в сторону Вайтрана во имя Исмира Айрилет была права что скажешь теперь про Вентус по-прежнему будем надеяться что стены защитят нас от любой беды даже от дракона мой господин нам немедленно следует послать войска в Ривервуд если этот дракон прячется в горах они в страшной опасности он решит что мы переметнулись к ульфрику и пошли на него войной довольна нам не следует я не намерен сидеть сложа руки пока дракон сжет мои владения и убивает моих людей Айрилет немедленно направь отряд в Ривервуд да мой Ярун прошу меня простить я вернусь к своим обязанностям это будет лучше всего молодец весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня Вайтран у тебя в долгу и я этого не забуду вот прими этот скромный дар в знак моей признательности стальная броня ты еще кое чем можешь мне помочь чем же? для этого пригодятся наверное твои особые дарования идем найдем Фаренгара моего придворного чародея он занимается вопросами связанными с драконами и слухами о драконах ну ладно только чем я смогу тебе помочь Ярл уйдгард пойдем со мной Фаренгар я нашел кое кого кто поможет тебе с изучением драконов давай расскажи ему все подробности так Ярл думает что ты мне пригодишься о да он должно быть имел ввиду мое исследование драконов да мне нужна помощь чтобы кое что добыть и что же ну когда я говорю добыть я имею ввиду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали которая может быть там лежит а может и не лежит какой еще скрижали какое отношение это иметь к драконам ты не просто наемник а еще и мыслитель может быть ты даже ученый видишь ли когда начали ходить истории о драконах многие отмахивались от этих слухов и мифов как от невероятного верный признак дурака отметать как невозможное все что не подтверждается его личным опытом но я начал собирать сведения о драконах ища ответ на вопрос куда они пропали много лет назад и откуда они взялись так что от меня требуется я узнал о некой каменной скрижали которая хранится в храме холодных водопадов на этом драконьем камне говорят есть карта с могильными курганами драконов иди в храм ветреного пика найди эту скрижаль ветреный пик она скорее всего в главном чертоге и принеси я там был все просто ты не этот камушек ищешь драконий камень из храма ветреного пика он у тебя ты из другого теста чем все эти дуболомы которых мне присылает ярл как насчет моей награды поговори об этом с ярлом или с его управителем овенитчи наверняка кто-то из них тебе хорошо заплатит послушай фарингар интересно чему так радуется арилет что что за спешка фарингар ты нам нужен неподалеку видели дракона дракона ты и там тоже понадобишься мой меч к вашим услугам где его видели что он делал на твоем месте я бы вела себя посерьезнее маяр 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 Расскажи ему то, что ты говорил мне про Дракона. А, ну да. Он летел с юга очень быстро. Никогда не видел, чтобы кто-то двигался так быстро. И что было дальше? Он напал на дозорную башню? Нет, господин. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, с разбойниками я еще могу справиться. Но теперь вон, а драконы объявились. Дальше мы справимся сами. Как по мне, так не сошел с ума. Ты это заслужил. Айрилет, собери-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала своим людям построиться у главных ворот. Отлично. Не подведи меня. Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять нужна твоя помощь. Я прошу тебя пойти с Айрилет и помочь ей в битве с драконом. Тебе удалось пережить Хелген, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я не забыл, что тебе удалось добыть для Фаренгара драконий камень. В знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение Абениче. И пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружейной. Помоги Айрилет убить этого дракона. Как скажете, мой Ярл. Нет. Вами обоими я рисковать не могу. Без тебя здесь не обойтись. Ищи способы, как там защитить город от дракона. О, так вы. Шанс потягаться с драконом выпадает не каждый день. Я принимаю вызов. Проклятый дождь. Проклятый дождь. Природа явно негодует. Видимо и вправду драконы Несут только зло в этот мир Мастер-вампир? Какого чёрта? Трэл? На город что, напали вампиры? Это ужасно Стражник не пережил этой стычки Если хочешь, только лучшее оружие и броня О-о-о Перчатки для лучника Вампирская броня Я не говорю, что я Клинки, шлемы Практически всё необходимое Секира Ничего себе Я так полагаю Оружия получше у тебя нет Меч Берсерка Хм Я уже встречал такой меч Стальная Лебарда Нет Пока я деньги тратить не буду Может больше Эрлет? Пока ты тут воодушевляешь людей Я пойду вперёд Ибо в башне тоже люди А если я его встречу первым Я получу больше наслаждения От боя И может быть В этом бою меня ждёт смерть Но я не сдамся Так просто А вы кто такие? Да Мы пришли преподать тебе урок Мне? Не стоило сюда прийти Какого чёрта? Кто? Ха-ха-ха-ха-ха-ха Кто? Кто меня заказал? Сотня? Ничего себе! Договор. Каждому заплатили по сотне. Ничего себе. Кто ж так хочет моей смерти? Ребята, идите вперёд. Я всё продам и вернусь. Парни, постойте. Не убивайте его без меня. Похоже, это вот та башня. Но я не вижу никакого дракона. Неужели они его уже убили? Выдохся. Башня горит. Никаких признаков дракона поблизости. Но он явно здесь был. Да, похоже, дело скверное. Но мы должны выяснить, что произошло. И не затаился ли этот дракон где-то поблизости. Разойдитесь и ищите ухлебших. Нужно понять, с чем мы имеем дело. Дракон тут явно повеселился на славу. Нет, назад. Он до сих пор где-то здесь. Он схватил Хроки и Тора, когда они бросились бежать. Храни носки на ред. Вон он возвращается. Возвращается? Возвращается? Да, я думаю, лук будет лучшим оружием против этой мрази. Дайте дорогу! О, Господи! 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 Она убедит, что этот ящер перерос, как действительно всё. Отлично, вы стреляете, парни. Что происходит? Все назад. Опять эти голоса. Этот звук может обрушить горы. Просто не могу поверить. Ты Двакин. Два-хто? В самых древних сказаниях о временах, когда в Скайриме ещё обитали драконы, драконорождённые убивали их и крали их силу. Это и произошло, не так ли? Тебе удалось поглотить силу дракона? Я слышал просто голоса. Я не знаю, что со мной произошло. Что ж, теперь ты можешь кричать. Раньше ведь не получалось. Это значит только одно. Ты из драконорождённых. Двакин? Это что ещё такое? А ведь точно. Мне дед рассказывал про Двакинов. Это те, кто рождается с кровью драконов в жилах. Как сам Тайбер Септим. Что-то не припомню, чтобы Тайбер Септим убивал драконов. Не было тогда никаких драконов без Талач. Они только сейчас появились в первый раз. За... за целую вечность. Но в древних легендах говорится о Двакинах. Смертных, которые могли убивать драконов и красть их силу. Наверное, это про тебя. Что скажешь, Арилет? Ты что-то совсем притихла. Давай, Арилет. Скажи нам. А где она? Ты веришь в эти сказки про Двакинах? Да вот. Хм. Кое-кому лучше бы прикусить язык, вместо того, чтобы трепаться о вещах, в которых вы ничего не смыслите. Перед нами мёртвый дракон. Вот это я понимаю. Это значит, что их можно убить. А всякие там легенды о людях-драконах меня не интересуют. Кто-то может убить дракона. И слава богам. Тебе этого не понять, Хускару. Ты же не Норд. Я объездила весь Тамриэль. И видала куда более странные вещи. Советую вам полагаться на собственную силу, а не на сказки и легенды. Это же был самый настоящий крик. Будь я проклят. Значит, ты точно Двакин. Ну, получается, да. Он зажрал стражника Вайтран. Твои кости я заберу с собой. Их продам, пожалуй. Ах, моя голова. Порчья ярость. Сильная способность. Ах. Но это техника. Ах. Она меня рано или поздно убьет. Ах. Я думаю, стоит немножко расслабиться. И отдохнуть. Ах. Отлежавшись сейчас. Голова почти прошла. Я думаю, стоит вернуться в город. Рад, что ты на нашей стороне. А я-то как рад. Ах. Я продолжу свой путь. Нужно рассказать. Нужно рассказать Ярлу. Теперь я не просто искатель приключений. Головарь бандитов. Или... Брошенный всеми орк. Теперь я убийца драконов. Довакин. Я думаю, на этом пути меня ждет еще множество. Бед, радостей. Ну и приключений, конечно же. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok